на последней виртуальной евро рейтине был доклад о том что если происходит разрыв задней капсулы во время катарактальной хирургии люксируются фрагменты витриальную полость вот если люксировался меньше 20 процентов от размера хрусталика тогда можно за ним якобы не опускаться никаких воспалительных реакций не будет ваше мнение за какими фрагментами нужно опускаться какими не нужно но у нас как-то принято мы все удаляем то есть если это именно ядро понятно что если это как какие-то кусочки вот именно хрусталяковые массы вот ну вот эти мягкие они там пушистые мы их видим то а если мы видим что это кусок ядра ну даже зим будет даже там 20 процентов меньше я думаю все равно лучше его прооперировать у меня был опыт и хирургии таких вот ядер они к низу на шести часах залипают вызывают воспалительную реакцию в сетчатка вокруг них вот и там долгое время существует как аттракционный отслойка сетчатки глаз нам киснет и так далее то есть если бы это мое было осложнение бы свои бы все бы убирал а остальное то ну на на совести катарактального хирурга кто-то их не убирает у них все хорошо ну просто реально говорят ну там общаемся все там на горят ну вот у меня там упала ну упала там пришвартовалась и ничего не было но мы-то понимаем что у одного нет у другого будет и гипертензии глаз будет киснуть и так далее вот поэтому если я увижу все-таки что но если это свежий после операции то если там ядра нет то тогда может быть эту опцию я бы рассмотрел как наблюдение хотя я бы вообще бы убрал мне кажется такая идет воспаление может быть пролиферация может быть отслойка сетчатки поэтому наверно лучше все-таки оперировать цене внутрь как это ну какой туда не любит какой-то такой вот это все я думаю что опять с деньгами связано же надо там делиться с ветеринарным хирургом конечно надо удалить все это таскать в общем-то все что конечно ну человек просто ну тех жаловаться просто у вас потом вас не было так что потом эту бабушка там за горло таскать возьмет ну конечно надо почистить спокойно если вы уверены в себе мы по крайней мере здесь не там ребята обращаются мы как-то не задумываемся конечно удаляем так вот не а ну если какой-то кусочек где-то прилип вы никому нету жалоб у нее пациент конечно его он кому не придет да потому что ну как бы нету проблем ну в плане катаракт ген на увидит вопрос не снят и сейчас как зависит там сказать там один грамм или пять граммов таскать картикальных масс мы не знаем зачем рисковать ситуация на самом деле очень дискутабельная удалять или не удалять вот были у меня пациенты такие и вот я к сожалению вот тоже вот так вот кусочки и больная ходила два или три месяца то сюда попал сюда попал сюда попал и вот все думаешь ну вот особенно на сегодняшний день да то есть у тебя гетчевая хирургия но разбух этот и особенно если кортикальные слои или какие-то возьми или 23 гетча возьми да любой может брать а вот по сути потому что он разбухает даже ядро кусочки разбухает в общем я бы конечно за удалять но действительно действительно если у тебя нету факалитического процесса с высоким давлением который не компенсируется это является основным критерием что ты должен зайти витриальной полости сегодня и сейчас а вот если у тебя все нормально спокойно тут вопрос выбора можно некоторые больные действительно нету рядом витриального хирурга нет такого уровня и они говорят ну да плавает ну плавает вот он упал я помню и говорю вот я у меня был такой случай что она мы как-то не хотели по каким-то там причинам еще было немножко другой уровень витриальной хирургии еще четыре месяца перестала плавать почти все растворилось или при фиксировал я конечно учитывая уровень сегодняшней хирургии и если это значимая вещь и стекловидном теле смутью я бы конечно то чтобы убрать не не абсолютно каждая ситуация может расцениться просто со временем будет рассасываться абсолютно точно за всеми нужно опускаться если это именно фрагменты ядра если это но скажем так массы небольшом количестве какие-то там точечные но можно себе позволить наверное не собирать а если прям фрагменты ядра конкретно то я думаю что стоит за опускаться я думаю что за всеми нужно опускаться и за эпинуклеусом за ядром сто процентов какой бы он не был там пять процентов 10 это неизбежно то есть будет вялотекущий вид неизбежно а вот за эпинуклеусом нужно посмотреть как правило знаете когда у нас массы находятся в передней камере да то есть вы знаете что принципе теоретически могут рассасываться такая же ситуация на витрии да то есть теоретически можно рассасываться но если мы понимаем что осложнение скатрактальной хирургии там есть клоидное тело я все же за эпинуклеусом я всегда провожу витрактонию с удалением фрагментов если афокичный глаз вы выбираете сами линзу какую поставить какую вы выберете что скорее всего я поставлю трехчастную выберу метод фиксации по ямана интерстерральной теннели особенно если пациент молодой активный трехчастная она лучше встает однозначно и и легче и подшивать и и вообще с не манипулировать легче и в способов можно к склеере тому же опять же можно там но скверу и воткнуть там трехчастный может даже к радужке хорошо подшивать и кататься сейчас на по яма по папа японцы прекрасно стоят как хотя вот если у нас торика недавно я сделал тоже если торическая линза молочно мы принципе любим ставить грибы таких вот случаев которые вот ну люди пожилые таскать в общем-то им нужно просто коррекция фактичная других осложнений нет нормальная радужка таскать вот без всяких там спайк гриб хорошо вынужден через инжектор ставится таскать вот и никаких проблем нет ну другие ситуации да возможно какие-то подшивание линз тоскать в общем то какие выглядят трехчастный выберите что фиксировать в склеру я не люблю это очень это очень сложная это показательно очень красиво но это несколько техника не для общего пользования для широкого это там так показывать на живое у кого-то там очень ловко получается очень сложная то есть ну мы же говорим о технике которые технологии которые должны быть общеприняты таскать вот поэтому она не рабочие в таком массовом скате исполнении то есть смысла нет никакой самоленко александр игорьевич научил я я вся люблю когда меня кто-то показал об этом говорю таскать если вы знаете видим при такой массовости он прямо через конъюнктиву таскать шил там в кол выкол и очень хорошо получается и последний под конъюнктиву то есть даже не через склеру мне тоже очень понравилось если как бы там попадать фактически в кол выкол и он так еще утягивается под склеру ну то есть ну через склеру естественно через склеру вообще очень просто просто удобно таскать и не надо все это разрезать там афокичный глаз и вам нужно рассчитать линзу вы делаете какую-то поправку в сторону ослабление линзы на пол диоптере обычно то есть я делаю ну стандартном двух с половиной примерно миллиметрах от лимбы даже подшивая свою линзу которая там ну с капсулами мешком рефракция не меняется то есть если она там по выпискам мы смотрим да то есть она была там минус 0 5 она примерно такой то есть не уходит там с полтора там или там нет обычные идем на обычный расчет не очень далеко фиксируем где-то чтобы это было но три три с половиной миллиметра от лимба с поправка конечно позволяет ну один пунктам полдил три где-то делал нет мы не делаем поправку мы стараемся имплантировать в проекцию борозды поэтому двух миллиметрах от лимба два с половиной ну если два с половиной как бы вот почти так капсулами и поправку не делаете никакой у меня было были случаи когда я попадал не туда я нападал балдашный бандажные швы чтобы линза сдвинуть вперед и где-то пол 2-3 в миопизацию она уходит и вот очень часто приходит пациент у которых дислокация линзы и повышенное внутриглазное давление на максимальном режиме ваша тактика вы подождете будете наблюдать за давлением либо подождете одномоментно будете делать антиглукоматозный компонент но сначала мы делаем нашу хирургию а потом уже глаукомны потому что в обратном порядке получается они добиваются но хорошего тонуса хорошие фильтрации фильтрации всего потом мы берем оперируем да там например польшевая в итоге воспалительная реакция плюс гипотония в после операционном периоде да то есть там же не все равно там немножко подтекают может быть гипотонии этого хватит там суток гипотонии для того чтобы этот вся эта фистула закрылась и это воспаление небольшой приводит к тому что перестает работать порядок наверно более правильный такой хотя в принципе комбинированной хирургии если хирург одинаково хорошо владеет и подшивание и антиглукомной хирургии почему почему не делать это одновременно просто есть теория что задеваются отростки целлярного тела из-за этого гиперпродукции и повышение давления по если поставить линзу на место то и давление нормализуется я такого ни разу не встречал но вот то есть мы ставим линзы но давление не вот но не бывает такого чтобы пришел пациент с высоким давлением с реально высоким не так что там 24 например да там ну может быть да он там еще капли режим поменять может быть он восстановится вот такой же хороший там давление за 30 до но мне кажется мне кажется нет мне кажется это не будет работать снизится ли давление если подшить линзочку так скорее всего давление уже не снизится на одномоментном атаки операции не делаем пока да по-видимому идет романтизация целярного тела конечно он в первую очередь на репозицию линзы провести уже потом в зависимости от ситуации компенсация внутри глазного давления принимать решение смотри какое давление если давление там верхняя граница норме то наверно подшить подождать если давление превышает норму там 10 минут потом столба то речь наверно идет комбинированное вмешательство там целая масса причины мы и знаем то есть первая дислокация линзы если она бьет по целлярному телу у нас выбивается пигменты мы видим что радужка становится черного цвета и весь пигмент идет в трубикулярную зону и больные такие пожалуйста до сих пор встречается особенно когда моноблочный иол ставится на передника на переднюю капсулу ставил и она там начинает вот так гулять раньше были такие линзы т26 вы не заставили даже с помашки и тоже если поставишь не в капсулный мешок она била своими дужками по целлярному телу весь пигмент вылетал то есть если это пигментные глупома первое мы устраняем причину чтобы пигмент больше не вылетал да то есть пришиваем моноблочные линзы хотя американцы не рекомендуют но мы считаем но опыт показывает что нормально если хорошо ты фиксировал они так хорошо стоят а вот и сейчас вот методика и арсения у меня немножко по-другому это чуть по-другому делаю но смысл примерно тот же самый то есть у меня просто нет нитек нигде у него в паразосинтезе у меня нигде нет а вот но смысл в том что если у тебя все фиксировано а в глазу ничего не должно болтаться то и вторичной глупома не будет если у тебя пигмента очень много ты и ничем не компенсируется и пигмент не вымывается вторичный глупома продолжается после фиксации туда антиглокома тозная хирургия если дислоцированная s-образная долларовая линза как будете ее удалять либо имплантировать какую-то трехчастную линзу либо вы будете ее подшивать наверное в зависимости ситуации проще и проще чтобы глаз меньше придать конечно ее подшить конечно ее подшивать все же в борозду я не очень любитель подшивать вот эти линзы да я сторонник заменить и на какую на трехчастную линзу и что с ней делать я интросклеральный фиксирую дужки помещается склеральный канал и это наиболее актуально для пациентов молодых до которые понятно что любые нити 10-15-20 лет они могут не выдержать я нашел вот эту методику по кожуху и только ей пользуюсь сейчас мы можем и склеральные фиксировать иногда бывает удобнее мне крадушки пришить если все-таки подшивать за какую часть дужки будет надежнее она стоять ровно в бразе смотри какая линза если это моноблочная но вот как с-образная долл да вот это алкогольский например линзы не за самый край все-таки вот ближе к середине дужки и мы когда пришиваем эту нить к средней части гаптики мы линзу линзу с двухточечной фиксации превращаем в линзу с четырехточечной потому что у нас одна точка это нить непосредственно идущая к склере и там создающий точку фиксацию вторая точка фиксации это конец гаптического элемента который упирается в борозду до ближе к корне радужки вот он создает вторую точку фиксации с другой стороны тогда соответственно она по сути как бы превращается в четырехточечную фиксацию я подшиваю за ну это как бы за дистальный конец знаю что кто-то у основания но я за дальний конец подшиваю беру расстояние между краем гаптики и середины то есть если уж такая ситуация возникает на середине лучше чем дальше кончику тем лучше потому что она же ведь суркусе она же не она же меньше суркуса да то есть чем больше вы захватите ближе к телу тем больше у вас будет вот этого движения потом очень сложно отрегулировать по центру стал то есть чем 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 ближе к концу таскать тем меньше то есть ну да на первых будет чуть растягиваться тем меньше вероятности на и децентрированную пришить где оставляете узелочек с внутренней стороны гаптического элемента ли снаружи смотрели что чтобы все-таки он не не касался ткани хотя вы же не знаете как он там напряжение потому что не принципиально там где там теретина будет я тоже полгода со стороны борозды чтобы не перекручивала да со стороны борозды звонNeублочную душку ты можешь прижать вот так можешь пришить вот так мож flyhmut вот так и она очень хорошо будет если особенно затянуть оно и ватан будет очень хорошо стоит так в момент затем затем затягивание этого шва надо чтобы лез за стояла параллельно радужке, поэтому тело линзы надо ставить на радужку в этот момент, особенно первый.